24 февраля 2022 года. Этот день Ивана, как и миллионы украинцев, запомнили навсегда. Она проснулась от взрыва в Киеве и первое время совершенно не понимала, что делать. Позже, когда среди ее коллег-журналистов стали появляться первые жертвы, поняла, что должна применить свое главное оружие – слово. Ивана начала писать и рассказывать о войне в международных СМИ. Мы тогда еще не понимали, насколько масштабная и страшная война нас ждет. Потом мы потеряли наших коллег – Сашу Махова и Макса Левина. Позже мы начали узнавать о гибели других телевизионщиков. И вдруг пришло осознание, что многие из опытных украинских журналистов ушли из жизни в первые месяцы войны. Только после деоккупации Киевской области Ивана поняла, что происходит настоящий геноцид украинского народа. Когда была деоккупирована Киевская область, наши коллеги поехали туда снимать сюжеты. Пришло понимание, насколько близко смогли подойти к нам оккупанты. Все это происходило в 50-30 километрах от Киева. Замученные люди лежали на дорогах Хрепеня и Бучи. Улицы этих городов превратились в могилы для многих украинцев. Уже через месяц после начала войны Ивана узнала, что на фронте погиб ее друг, аэроразведчик Феликс Куртанич с позывным Лис. Его хорошо знают в телевизионных кругах, как первоклассного оператора дрона. С ним Ивана прошла серьезный профессиональный путь. Феликс был для меня очень близким человеком, не просто другом. Коммуникация, возникающая между коллегами во время командировок, это что-то особенное. Она значит гораздо больше. Феликс был очень классным и родным мне человеком, которого я очень ценила. Ценила его в первую очередь как человека и как профессионала. Он был талантливым оператором дрона. Он очень круто умел видеть с неба. Так не мог никто другой. Остров Джар-Илгач – совместное путешествие с Феликсом и одно из самых ярких воспоминаний Иваны. Эти кадры были сняты для тревел-программы о невероятной красоте Украины. Именно благодаря профессионализму Феликса удалось уловить впечатляющие детали. Остров Джар-Илгач был похож на рай, в котором мы вместе вдруг оказались. Даже не верилось вначале, что эта красота является частью твоей страны. Помню, мы подъехали к маяку, и был очень красивый закат солнца. Мы любовались им, а затем на лодке поплыли в Скадовск. На воде увидели лунную дорожку. Мы смотрели на нее и обсуждали, насколько кайфово, когда рядом находятся нужные люди. Феликс вдохновлялся Украиной и хотел рассказать всему миру о том, как прекрасна наша страна. И когда ее целостность оказалась под угрозой, мужчина, не раздумывая, встал на защиту Родины. Известие о смерти Феликса ранило сердце Иванны. Девушка стала думать о том, как увековечить память о погибшем друге. Пришла идея снять о нем документальный фильм. С Феликсом связан очень теплый и очень важный отрезок моей жизни. Когда он погиб, мне было очень тяжело это осознать и тяжело принять. Я ощутила, что война подошла ко мне еще ближе. Феликс, Лиз Подольский. Документальная лента, которая рассказывает о жизни украинского оператора и воина. Она снята на пожертвования украинцев. Песни к фильму исполнила народная артистка Украины Нина Матвиенко. Это такая несправедливость, что уходят молодые люди. Еще совсем дети, им еще жить и жить. Сейчас Финь переводят на разные языки. После премьеры в Украине ленту увидят во всем мире. Она станет еще одним напоминанием о страшной войне, которую развязала на украинской земле Россия. Можно тысячу раз говорить о войне, но так до людей не доходит. Надо объяснять, нужно показывать, надо разжевывать, что у нас война. И этот фильм – это возможность показать иностранцам, что именно произошло и продолжает происходить в нашей стране. Это вклад всей команды, которая создавала этот фильм. Это вклад всех украинцев, которые донатили на этот проект, потому что именно благодаря им он реализован. Там. Коцектор А.Кулакова Продолжение следует...